Увлекательный мир книги может исцелить не только душу. В этом уверены организаторы движения книготерапии «Русско». Писатели, журналисты и врачи объединились для помощи пациентам российских медучреждений. В Ульяновский онкологический диспансер приехала детская писательница Анна Гончарова. Она привезла свои недавно изданные сочинения. Сказки про двух енотиков и их приключения. Также сборник под названием «Волшебный лес». Эти, по-хорошему, наивные и трогательные произведения могут отвлечь от тревожных мыслей. В этом уверена гостья. Люди, которые приходят в лечение, у них такой тяжелый, связанный с онкологией. Очень важны такие акции, очень важно внимание, очень важно получать какие-то способы справиться со стрессом. Анна Гончарова приехала вместе с главным редактором интернет-портала «Книжное обозрение» Александром Набоковым. Они пообщались с пациентами и вручили фолианты. Также гости передали книги писателя-фантаста Сергея Лукьяненко. Любая теплая встреча и беседа важна для тех, кто столкнулся с испытанием. Подарки понравились публике, особенно любителям бумажных изданий. Я работаю учителем начальных классов, поэтому книга для меня, это, конечно, ну, всё, всё связано, вся моя жизнь связана с книгой. Ну, с детской книгой, приключенческие, классику, конечно. Конечно, книга это, ну, я тем более выросла на книгах, и вот как сказал сейчас представитель, тоже не любитель электронных вариантов книг, потому что держать в руках книгу, листать её, возвращаться к чему-то, это совсем другое. Авторы этой акции – активисты Российского общества клинической онкологии. Заведующая отделением лучевой терапии Наталья Деньгина тоже входит в правление организации, охватывающей все регионы страны. Наталья утверждает, что подобные встречи и любая другая психологическая поддержка положительно влияют на здоровье пациентов, даже тяжёлых. Есть немалое количество исследований, достаточно давних, которые демонстрируют, когда пациент получает должную психологическую поддержку, моральную поддержку, со стороны родственников, со стороны специалистов, со стороны психологов, со стороны онкологов, то прогноз его значительно лучше. Даже пациенты в четвёртой стадии заболевания живут достаточно долго, гораздо дольше, чем те, кто не получает должной поддержки. Российское общество клинической онкологии проводит также и просветительские акции, такие как «Онкоосторожность». Разрабатывается и мануал по правильному питанию для населения.